доктор кострик спасибо за будущие лайки после просмотра видео не забывайте подписаться на наш канал на канале уже более 200 видео думаю что вы обязательно для себя найдете что-то полезное а плейлисты помогут вам быстрее найти нужную информацию комментируйте видео задавайте вопросы вы очень быстро получите ответы на них а чтобы не пропустить выход новых видео жмите на колокольчик тема сегодняшней нашей встречи кистозные угри причины симптомы лечения кистозные угри это тип воспалительных угрей с глубокими кистозными поражениями эти кисты наполнены гнойным и кровянистым содержимым внутри факторами влияющими на появление симптомом являются гормональные нарушения а иногда и повышенная потливость вероятность образования шрамов от угрей или от от этой угревой сыпи очень высока кистозные угри один из самых опасных видов акне состояние очень легко диагностировать поскольку оно характеризуется образованием поражений кожи в виде заполненных гноем кист похожих на фурункулы кисты являются наиболее серьезным поражением кожи обнаруживаемым при акне всыпания могут появляться одиночно или группами иногда они сливаются между собой сначала они маленькие но а со временем начинают увеличиваться до нескольких сантиметров кистозные угри гораздо чаще встречаются у мужчин чем у женщин поскольку андрогены мужские половые гормоны ответственны за формирование болезненных очагов акне у людей борющихся с этим недугом часто развивается заниженная самооценка и неуверенность в себе что приводит к трудностям в межличностных контактах в основе кистозных угрей лежит интенсивная деятельность сальных желез что вызывает выделение большого количества кожного сала а тем самым ороговение эпидермисы сальных желез слои ороговевшие эпидермиса начинают накладываться друг на друга и закрывают в их выходной проток следствием такой ситуации является образование угрей которые являются невоспалительной формой акне однако бактерии которые накапливаются на поверхности кожи процветают и вызывают воспаление таким образом основным фактором заболевания считается гормональный фон и генетический фон если ваши родители боролись с вещами велика вероятность что они будут и у вас кистозные угри могут поразить любого независимо от возраста или пола однако чаще встречается у мальчиков подростков и молодых мужчин люди страдающие кистозными уграми жалуются на образование кистозных образований эти узловатые поражения прощупываются под кожей как твердые и болезненные к сожалению шишки заживают очень тяжело и у большинства пациентов оставляют некрасивые шрамы часто неправильной формы кистозные угри чаще всего локализируются на лице у подмышечных впадинах и на ягодицах лицевые сравнительно легко излечивается но к сожалению чаще рецидивируют кистозно узелковые образования разрушают здоровые кожные ткани поэтому их нельзя трогать или выдавливать так как это может привести к распространению угрей и образованию рубцов многие пациенты задаются вопросом можно ли предотвратить образование рубцов да можно но только при правильном и вовремя начатом лечении внимание обычно гнойные кисты не заразны если они не заселены бактериями тогда прыщи еще не могут перейти на человека контактирующего с больным использование одних и тех же полотенец уже создают такую возможность как и любой вид акне кистозные угри требуют помощи дерматолога это трудно поддается лечению и обычно назначают очень сильные системные препараты иногда необходимо сделать несколько попыток лечения чтобы подобрать подходящий препарат самые популярные из них это антибиотики для приема внутрь популярный препарат который применяется для их лечения угревой сыпи уже очень давно антибиотики подавляют размножение бактерий в случае кистозных угрей и успокаивают кожные воспаления антибиотикотерапия обычно начинается с высоких доз и постепенно снижается по мере улучшения состояния кожи наиболее часто используемые антибиотики тетрациклины ретиноиды изотретиноин для приема внутрь вызывают угнетение деятельности сальных желез и уменьшение их размеров кроме того ретиноиды препятствуют размножению бактерий они также обладают противовоспалительным действием в качестве вспомогательного средства при лечении акне используют очищающий гель для жирной и склонной к акне кожи с активированным углем и увлажняющим молочком для жирной и склонной к акне кожи оба косметических средств тщательно и глубоко очищают кожу обладают противовоспалительными успокаивающими свойствами некоторым пациентам иногда требуется хирургическое вмешательство специалист разрезает кожу под очагами поражения и удаляет из них инфицированный материал в крайних случаях также используются специальные инъекции со стероидами наносимые непосредственно на очаг поражения стероиды уменьшают кисты и воспаление когда дело доходит до воспалительных шишек обезболивающие к сожалению не приносит никакого эффекта лечение кистозных угрей может занять до нескольких месяцев после чего следует период стабилизации после завершения терапии вы легко справитесь с обесцвечиванием и шрамами в этом помогают различные виды процедур эстетической медицины такие как пилинги и лазерные процедуры их теоловая мазь считается наиболее эффективным средством рекомендуемым в домашней борьбе с угревой сыпью она имеет коричневый цвет и не очень приятный запах она доступна без рецепта в аптеках и обладает свойствами облегчающими выделение гноя из кист и очень часто используется при фурункулах кроме того люди которые борются с этими угрями должны покупать легкие кремы адаптированные к их типу кожи и не забывать тщательно очищать кожу можно использовать очищающий пилинг для жирной и склонной как на коже надеюсь информация была полезна для вас будьте здоровы берегите себя и своих близких до новых встреч